Книга «Открытым оком», 15-й том, вопрос, 1960-й. Тема «Грех». Меня священник не допускает до причастия только за то, что я не подстригаю усов. Он мотивирует это тем, что усы не должны касаться тела и крови Господней. Что мне делать? Я при церкви и кинописец, и мне тяжело переносить подобное отлучение, притом бессрочное. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Поп дурит, ибо он совершенно невежественный. Подобное отлучение, как незаконное, падет на него, и он должен быть в кочегарах. Если человек обрезывает губы, то он точно так же может обрезать и усы возле губ. У старообрядцев не допустится причастие тех, кто подрезает усы. У них все должны быть с неповрежденной бородой и усами. Апостолы приняли первую чашу из рук Спасителя. Разве они были с подрезанными усами? Кроме того, до V века причастие давали в руку, пили из одной чаши. Мало того, в житиях находим, что тело Господне клали на грудь мертвому. 14 марта. Память Венедикта. Премудры задают вопрос. Премудры в кавычках. К чему относятся усы, к бороде или к голове? Усы никогда не отделялись от бороды. Относительно бороды не раз говорится, чтобы ее не портить. Левитам 19.27. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. В кавычке закрыты. Да и во время причащения с ложечки эту лжицу священник подает далеко в рот. К усам она не прикасается. Так что поп однозначно блажит. Но он причащать будет всех бритых с порченной бородой. Он для того заставляет подрезать усы, чтобы не была видна срамота его. Не было видно, как он срамил себя своим подрезанием. Чтобы все были также сквернены подрезанием усов снизу. Берегите душу. Никогда не тратьте даже минуты на разбор чужой ядовитой блюдины. Не тратьте на то, чем занимается Кураев. Не тратьтесь на то, чем занимается Кураев. Откровение 2.24. Тоталитарный дух монастырей тысячелетия шлифуется по кельям. С хипсих монахам легче помереть, чем выйти на евангельское дело. Нет меры и конца всем противлением. Задуманным великими в уставах оглохли, онемели и ослепли. Элементарного на жизнь лишились права. Самоизмышленная вера черноты. Упрямство дикого и жизнь в самохотении. Заразные ушли под карантин. Остались четки, пост и храмовое пение. А что с несчастными домашними случилось, узнают только те, кто к ним сойдет. С горы преображения, где в кущах дня не жили. Внизу беснуется в наркотиках с садом. Идите к ним, сокрывшие таланты, поправшие заботу о несчастных. Отдайте даром, что у вас бесплатно. Создатель ждет всего. А не какой-то части. Народ тупел, чернел и пропадал. Не слыша проповеди о Христе Иисусе. Монастыри страшнее, чем Кагал. Изъяли слово, все уперлось в чувство. А если бы вдруг кельи распахнули, Река из проповедников по миру разлилась, То каждый монастырь бы превратился в улей. А где нет тьмы, то там какая власть. Монахи на заводах, на полях, в училищах, по школам, в институтах, Татарин каялся бы, обратился лях. Трое рыцарей бы развернуло круто. Не спутанные скорбью от семейных уст. Каких бы гор не своротили в пропасть, Монахи, иноки, стучит к вам Иисус. На благовестие пойти умильно просит. 12 января 2006 года Игнатий Лапкин